Тем не менее, объяснить так весьма сложно. Но здесь спрашивают, как я отношусь к философии Рериха в Агни-йоге. Но как вы думаете, если Николай Рерих отрёкся от своего учения в конце своей жизни, о чём это говорит? То, что он понял, что, к сожалению, он был в мариинетках в руках чёрных сил, которые манипулировали, и так как он прозрел, это была большая трагедия. И он после этого очень быстро умер почему-то. Забавно, да? Прозрел, что он посвятил себя не тем, кому он считал, но не считал одних одних, а некосредственно других. Потому что очень многие люди делают большую ошибку. Они считают, что если у них озрение произошло, рубилось что-то, они почувствовали, поток пошёл, проявление эмоционально высокое и так далее, и кто-то на них вышел, то они считают, что это вышли только светлые и хорошие силы, несущие только свет. Это чаще всего не так по многим причинам. Вот если кому интересно, в своей автобиографии я как раз описываю более подобные такие вещи, чтобы было понятно, чтобы разобраться. Но думаю, что когда я Николай Рерих понял, что он потратил свою жизнь, думая, что он служа свету, а оказался, что он служит тьме, не понимая даже этого, то, я думаю, для него это было тяжёлое потрясение. Именно поэтому он отрёкся. Но зато его жила Елена, после его смерти издала его же дневники уже под видим огнеёй и выдал за свои. Это многому говорит, кому она служила. Что такое мат в русском языке? Какой смысл он несут эти слова? Ну, вы знаете, я мат никогда не изучал, поэтому вообще никогда не пользуюсь своей жизнью, ни разу. Поэтому и не могу ничего сказать, потому что для того, чтобы объяснить, нужно сначала изучить этот предмет. А я считаю, мат – это энергетический удар, в принципе, всегда вызывающий, это магические действия, в принципе, вызывающие удары энергетики по человеку, для того, чтобы разрушить его целостность и так далее. А так, более подробно, к сожалению, не спецсовец в этом деле. Не к тому обратились с вопросом в этом плане. Редактор субтитров Неудан입니다. Корректор А.Кулакова